Добрый вечер! В эфире итоговая программа РТС 7 дней в студии Александр Климов. Прямо сейчас я и мои коллеги расскажем о главных событиях уходящей недели. И сегодня вы увидите. Увеличивая добычу угля, Хакасия вправе рассчитывать и на рост налогов в свой бюджет. Но пока все иначе. Глава республики потребовал навести порядок в этом вопросе. Находясь за рубежом, выбрать президента России. Путешественники из Хакасии смогут проголосовать по всему земному шару на специально организованных избирательных участках. Рудник в поселке Вершинатюи вновь встанет на ноги. А в перспективе там может появиться и новое производство. Уголовный срок за мертвую древесину. Избавить россиян от такого абсурда решила Госдума. Валежник разрешат собирать свободно, как грибы или ягоды. День воинов-интернационалистов. Ветераны делятся своими воспоминаниями с подрастающим поколением. Урок мужества в нашей программе. Большой семье большой автомобиль. Многодетные семьи Хакасии получили пассажирские газели. Какие поездки у счастливых обладателей стали первыми? Абакан-Вагон-Маш на новых рельсах. Завод получил выгодный контракт. Перспективы старейшего производства Хакасии на этой неделе обозначил министр обороны России. Сергей Шойгу прибыл в республику с рабочим визитом. О деталях бизнес-возрождения прямо сейчас. Министерство обороны России теперь один из крупнейших и надежных партнеров Абакан-Вагон-Маша. В прошлом году завод получил заказ на изготовление модульных военных городков. Готовый проект представили Сергею Шойгу. Это комната для приема пищи, смонтированная из модулей. Подобные объекты уже надежно служат в разных воинских частях России. Объекты отработали. Соответственно, это Кызыл, вот эти казармы и штабное здание в Миллерово и столовое. Там наши каркасы только стоят. Полный цикл делали не мы, но каркасы полностью мы на это изготавливали. Сергею Шойгу доложили, производство начало освоение полного цикла. В одну смену изготавливается порядка пяти модулей. Каркас собирается в считанные минуты. Сами модули утеплены сэндвич-панелями, выдерживают до минус 60 градусов. К вопросам качества здесь подходят ответственно. И надеются на долгосрочный контракт с Министерством обороны. В том, что перспективы у завода есть, уверены и сами рабочие. Они отмечают, что смогут обеспечить потребности оборонки по разным видам продукции. Для предприятия это вообще очень большой знак. Действительно, это значит, что мы заинтересованы. Причем не на нашем уровне республиканском, а на уровне страны. Перспектива есть, зарплата стабильная, заказов полного идет. И все нормально, вроде завод живет. Продукция «Баканвагон Маша» пользуется большим спросом на рынке. Представители предприятия утверждают, завод готов конкурировать с зарубежными производителями. И все это благодаря тесному сотрудничеству с Министерством обороны страны. Я рад тому, что наконец-то зашевелилось и огромное будущее. И учитывая то, что было такое прошлое, это будет возрождение нового «Баканвагон Маша». Позже министр обороны провел встречу с главой Хакайсии. Виктор Зимин поблагодарил Сергея Шойгу за особое внимание к предприятию «Баканвагон Маша» и республики в целом. Доверие министра обернулось для предприятия достойными перспективами. Глава Хакайсии потребовал разобраться с угольными предприятиями, основная прибыль которых уходит за пределы нашего региона. Виктор Зимин привел конкретный пример. Выручка от реализации экспортного угля в республике выросла на 51%. Но платить больше налогов разрезы почему-то не стали. Навести порядок в этом вопросе поручено Министерству природных ресурсов и экологии Хакайсии. Подключиться глава республики попросил и Федеральную налоговую службу. Увеличивая объемы производства в угольной отрасли, Хакайсия вправе рассчитывать на существенное увеличение налоговых поступлений в региональный бюджет, отметил руководитель республики. Уголь должен продаваться с территории Хакайсии. А не каким-то предприятием, которое входит одно в одно, это матрешки. Прям матрешки. Нагородят, нагородят. Схема же понятна. У нас все учредители в Москве. НДФЛы в Москве. Прибыль основная в Москве. Вы слышали, да? В лицензионных соглашениях должно звучать. И в новых, когда будем в новом месторождении, только условие одно. Налоги платятся до рубля на месте. Торговые дома на месте. Все на месте регистрация. Никаких головных предприятий. И учредитель прописывается здесь. И платит налог здесь. В вершине Тёи вновь заработает рудник. И произойдет это уже в текущем году, сообщила министр экономического развития Хакайсии. Татьяна Пауль представила на президиуме Верховного Совета законодательную инициативу. Правительство региона предложило установить преференции для рудодобывающих производств. Тем самым ослабив для предприятий налоговое бремя. Градообразующим предприятиям обозы вершины Тёи помогут встать на ноги. За последние годы власти региона провели комплекс мероприятий по поддержке рудников и непосредственно самих горняков. В Абазу благодаря партнеру компании Евраз закуплена новая дорогостоящая техника. Шахтеры готовятся к полноценному переходу на минус 200-й горизонт. Сейчас Минэкономразвитие предлагает налоговые льготы для конкретных региональных инвестпроектов. Этим законопроектом мы определили основной вид экономической деятельности, по которому налогоплательщики могут приходить за этими преференциями. Это деятельность по добыче и переработке железных руд. В основном мы эти преференции даём для абазинского рудника. Преференции – это обнуление ставки по налогу на прибыль и на добычу полезных ископаемых на 10 лет. Сэкономленные средства абазинский рудник сможет направить на дальнейшее развитие. Ведь запасов руды ещё на десятки лет. Сегодня есть тенденция к тому, что предприятие начинает оживать, и нужно просто на этом этапе подержать. Хорошо. Законопроект касается и тёйского рудника. Его из планов никогда не вычеркивали. Всё это время рассматривались разные варианты продолжения работы. Их озвучила Татьяна Пауль. В тёе продолжат добывать железную руду. По качеству она лучше, чем на других месторождениях. Будет то же самое. Также будет добыча железнорудного концентрата, также поставка на Евраз. Пока в перспективе мы, конечно, планируем новое какое-то производство, может быть, создание металлургического комплекса. Но на сегодняшний день для того, чтобы возродить вершину Тёю, нам необходимо запустить то производство, которое уже там было создано и которое уже долгие годы реализовывалось. Новость депутатам понравилась, были и пожелания. Я просил бы вас информацию, которую вы обладаете, те усилия, которые вы предпринимаете, по запуску Тёйского рудника сделать широким доступом, чтобы люди знали, что это впереди, что там есть вполне серьезные и высококонцентрированные запасы, которые позволят работать и Тёй тоже. Законопроект рассмотрят в ближайшее время. Следующая сессия 28 февраля. Закон Республики об административных правонарушениях претерпит изменения. И все в сторону ужесточения. Вдвое увеличить наказание рублем предложено за выброс мусора в неположенном месте. За повторное нарушение до пяти тысяч. Тем самым парламент объявил борьбу стихийным свалкам. Также депутаты планируют более жестко наказывать и хозяев бродячего скота. Сумма нового штрафа еще не определена, но известно, что владельцам буренок дешевле обойдется нанять пастуха. В скором времени в лесу позволят свободно собирать валежник. Соответствующие поправки Госдума России приняла в первом чтении. Изменения ситуации ждут во многих регионах, в том числе в Хакасии. Мнение сельчан и специалистов лесного хозяйства о грядущих переменах в следующем репортаже. Но вот это уже у нас как бы погибшая береза. В принципе, она уже на стадии, что вот этот пень скоро должен, буквально уже в этом году упадет. Тоже это будет вальвалежено. В лесничествах фразу охрана лесов понимают буквально. Специалисты следят за их здоровьем. К примеру, эта поваленная сосна в скором времени может стать большой проблемой. На такой древесине могут еще и распространяться вредители леса. То есть какие-то вредные насекомые, потом они заселяют ствол дерева, на нем происходит их развитие, и они переселяются на здоровье деревья. Вот еще в этом отношении тоже это приносит вред для леса. Пустить мертвую древесину на дрова сегодня не позволяет закон. Более того, в случае ее использования сельчане рискуют получить уголовный срок до двух лет тюрьмы. Что с точки зрения здравого смысла явный абсурд. Получается, что перерабатывать валежник нельзя, а гнить ему можно. Именно поэтому родились поправки в лесной кодекс. Законодательное изменение кроется всего в одном слове. Просто добавь валежник в статью и собирай его бесплатно. После принятия закона во втором чтении. Я думаю, что это будет правильно. Во-первых, лес будет чище намного. Но надо обратить внимание на то, чтобы вместе с валежником человек и мусор убирал. Я живу в Сельбее. Раньше ядрова выпивали. Ну и сейчас выпивали. То есть по билету. За деньги. А если будут давать валежник бесплатно, это будет проще. Мы живем рядом с лесом. Валежника много очень. Сейчас население имеет еще такую технику, как лошадиная тяга. И в основном вот такая древесина. Люди спрашивают, кто имеет лошадей. То есть на санях они зимой помаленьку собирают. Где-то ветки сухие, где-то небольшие такие сухие деревья. И вот для таких бы людей этот закон бы еще очень даже нужен был. Еще один очевидный плюс нововведения – пожарная безопасность. В случае низового огня валежник потенциально опасен. По сути, это готовое топливо для стихийного бедствия. Идет подготовка к пожароопасному периоду. Мы проводим рейд, раздаем листовки. Так, понятно. Тем временем в лесничествах началась подготовка к весеннему пожароопасному периоду. Напомнить сельчанам о правилах поведения в лесу лишним не будет. В прошлом году средняя площадь лесного пожара, произошедшего по вине человека, в Хакесси уменьшилась в полтора раза. В том числе благодаря профилактическим беседам. Глава Хакессии провел рабочее совещание, на котором обсуждалась защита поселка Шира от подтопления. Непростую ситуацию спровоцировало повышение грунтовых вод. Как доложил глава сельсовета Юрий Ковалев, сейчас положение стабилизировалось. Построена дамба, прорыт дренажный канал. Делается все, чтобы вода не подошла к жилым домам. В свою очередь Виктор Зимин попросил предпринять все необходимые меры, чтобы подобное впредь не повторилось. Для чего на реках Туим и Орловка углубят дно и расчистят русло. Работы запланированы на этот год. Нашли общее взаимопонимание. Губернатор нас услышал. И вот летом у нас начнется уже расчистка русла на 7,5 миллионов 7 километров. То есть при расчистке русла будет водопонижение. То есть мы этим пытаемся уйти от грунтовых вод. Если мы это сделаем, то население скажет спасибо. Летом эти работы начнутся. Мы были услышаны. Это огромное спасибо еще раз, потому что у людей это была трагедия. Как изменится плата за детский сад в Абакане? Сколько должны за свет жители Хакасии? И какие продукты прибавили в цене? Обо всем по порядку в экономическом обзоре программы. В детских садах Абакана с 1 марта повысится родительская плата. При 12-часовом пребывании она составит 2370 рублей в месяц. В администрации города поясняют рост незначительный. За год всего на 20 рублей. На плате сказывается изменение индекса потребительских цен на товары и услуги. Жители Хакасии недоплатили за свет более 45 миллионов рублей. Самый большой долг у черногорцев – 17 миллионов. Дисциплинирование всех потребителей Таштыбского района. Задолженность населения за электроэнергию всего 600 тысяч рублей. В Хакасэнергосбыте напоминают, при неоплате более двух месяцев свет могут попросту отключить. Эксперты фиксируют колебания цен на продукты питания. Наибольшее падение до 2% в республике показала гречневая крупа. В списке снижения также сметана и мясо курицы. Такие данные приводит Красноярск. Стат одновременно указываются подорожавшие продовольственные товары. Это свежие огурцы, помидоры и куриное яйцо. На Масленицу спрос всегда растет. А как без блинов на Масленицу? Они выполнили свой служебный долг 15 февраля в России. Вспоминали воинов-интернационалистов, воевавших и погибших за пределами Родины. Памятная дата выбрана не случайно. В этот день, в 1989 году, последняя колонна советских войск покинула территорию Афганистана. Но в скорбном списке не только эта страна. Сыновья Хакасии участвовали в боевых действиях в Венгрии, Эфиопии, Югославии, Даманском полуострове, Чечне. Ветераны делятся своими воспоминаниями с подрастающим поколением. Одна из встреч прошла в школе Усть-Абакана. Впечатление ребят мы узнали, побывав на одном из уроков мужества. Когда идешь в разведвыход, покушать берешь мало, побольше патронов и воды. Потому что днем 65 на солнце, ну и обязательно с собой теплые вещи. Бушлаг, брюки ватные, потому что ночью до минус двух. Эти воспоминания ветеранов боевых действий, события, ушедшие в историю, сегодня становятся примером для подражания этим голубоглазым мальчишкам. Уроки мужества не проходят бесследно. Это подтверждают и педагоги. Я провожу мероприятия, я наблюдаю всегда за лицами. И так как Великая Отечественная война, она ушла далеко-далеко уже в прошлое, то эта локальная война не более современна для наших детей. И у них на лицах все эмоции видно, когда вот я смотрю. Дело в том, что и переживание, и вот эта вот, как сказать, боль. Было очень интересно. Был урок мне и всему классу. Как бы берет город за нашу страну. Родина – это наша страна, за которую я горжусь. Они все, наши военные, они специально заступались, своей жизнью заступались. Я думаю, что они сделали правильно. Владимир Васильевич всегда с радостью откликается на приглашение прийти в гости к детям. Сам после войны работал учителем. И знает, как важно прививать с самого юного возраста любовь к родине, гордость за страну, сохранять память о героях. Его призвали в 79-м. Воздушно-десантные войска. Это убитый, да? Так точно. Молодые ребята. Вспоминая сегодня те самые тяжелые 8 месяцев в Афганистане, он с улыбкой говорит, по сравнению с 19-летними мальчишками, он был уже бывалым солдатом. В 24 года многое видел и испытал. Помнит, как ходили в разведку, вычисляли банды, брали караваны. Как однажды в бою чуть было не погиб под колесами бронемашины, за рулем которой был убит товарищ. Признает, страшно было. Но главное в той ситуации – суметь победить страх. Сильнее русского духа нет. Потому что даже когда по Афганистану взять, когда, допустим, рукопашные бои были, вот меня все время удивляло тот момент, что вот они, допустим, бандиты, они взрослые, по 30, они взрослые мужчины. А наши пацаны им по 19 лет. И они, когда в этот самый рукопашный бой встречались, то они не выдерживали, и они убегали. На память о той войне у Владимира остались шрамы и медаль за отвагу. Самая дорогая. Все, кто пришел сегодня на встречу со школьниками, могут о многом рассказать. О многом и почти бы и забыть, но не смогут. Общая память о той войне объединила тысячи и тысячи солдат по всей стране. Члены боевого братства сегодня отдают дань памяти всем погибшим за пределами родины товарищам. Собственным примером, воспитывая в нынешнем поколении патриотизм и доблесть русского солдата. 18 марта выбрать президента России смогут и туристы, отдыхающие за рубежом, в том числе путешественники из Хакасии. Специально для них по всему миру будут организованы сотни избирательных участков. Сейчас о том, какой порядок голосования предусмотрен для отпускников. Избирком Хакасии проведет информационную работу с местными туроператорами. У избирателей есть возможность проголосовать в день президентских выборов 18 марта за пределами нашей страны, даже будучи на отдыхе. Это и должны объяснить отпускникам менеджеры турагентств. Сотрудница одного из них Юлия Шабалина рассказывает, жители республики уже активно бронируют места в отелях на март. Особенно популярные направления – Вьетнам, Турция, Китай, Индия. Вылетают многие путешественники как раз в канун выборов президента России. Туристов много, порядка 20 человек, даже больше. Нужно посмотреть точно статистику. Уже забронировано. Но мы надеемся, еще будет в два раза больше народу. Порядок для голосования отпускников похож на систему «Мобильный избиратель». Туристу достаточно подать заявление либо в МФЦ, либо в Торизбиркоме, либо на своем избирательном участке. Главное – заранее закрепиться в выбранном месте за границей. В Хакасии таким способом воспользовались уже несколько выезжающих за рубеж. За территорией России образовано 378 избирательных участков. Это практически 145 стран мира. Поэтому, обратившись к списку на сайте Центральной избирательной комиссии, можно конкретно выбрать тот избирательный участок, к которому избиратель будет наиболее приближен. Для удобства отдыхающих избирательные участки будут расположены в посольствах и консульствах. Как правило, они есть в каждом городе, где отдыхают туристы. Адреса можно найти и в буклетах, которые дают в турагентствах, или на сайте самих государственных организаций. Когда мы выдаем документы для туриста, это ваучеры, электронные билеты, страховка. И именно в ваучере большинстве туроператоров они прописывают внизу такая строка, как адреса именно вот этих консульств, посольств, принимающих сторон. Стоит отметить, что за рубежом не исключено досрочное голосование, выбрав президент России для туристов. В основном это касается исламских стран, где в воскресенье запрещены подобные мероприятия. Большой семье большой автомобиль. Несколько многодетных семей Хакасии получили пассажирские газели. Машины прошли первые километры. Мы встретились со счастливыми обладателями нового транспорта и узнали, какие поездки стали первыми. Такая машина для многодетных пар вовсе не роскошь, а острая необходимость. Так, к примеру, Валентина Баякова с мужем воспитывают девять ребятишек. На старых «Жигулях» приходилось делать по несколько рейсов, чтобы доставить детей в садик или школу. Одним из первых простор и удобство машины оценил глава семейства Афанасий Чучунов, ведь именно ему предстоит возить на этом железном коне своих девятерых детей и жену. Хорошая машина. Да, российская машина. Мне нравится. Сейчас вся семья влезет мне отсюда. У меня же девять. Все мы один из человек, но все влезем. Хорошо. Спасибо правительству наших Хакасии. На Первомайской площади глава республики торжественно вручил ключи от заветных автомобилей среди счастливых обладателей семьи из Абакана, Черногорска, Усть-Абаканского и Бейского районов. Долгих лет всем вам жизни, здоровья, достатка в ваших семьях. Ну вот один из элементов достатка мы решили вот таким способом сделать, чтобы у вас появилась возможность выезжать в город на прогулки, не знаю, еще куда-то, быть побольше вместе с семьей. Почему и придумали именно не легковой какой-то вариант, а микроавтобус. Я вот просто от всего сердца, от всей большой своей семьи как бы благодарю все наше правительство, безусловно, во главе с Виктором Михайловичем, за то, что они вообще находят, изыскивают средства для того, чтобы как бы выполнять вот эту вот социальную поддержку многодетных семей. За время действия программы ключи от микроавтобусов получили 39 семей. Сегодня их число пополнилось в очередной раз и будет пополняться в дальнейшем. К тещи на блины. Это выражение ушло в народ благодаря масленице. До проводов зимы остаются считанные часы. Масленичная неделя началась в понедельник и закончится в воскресенье, сразу перед Великим постом. Все это время положено кушать солнце, точнее его съедобный символ блины. Начинка у немудреного кулинарного изделия может быть самая разная. Главное, чтобы блюдо было сделано с любовью. Этим мы завершаем обзор событий уходящей недели. С вами была программа «Семь дней». Я ее ведущий Александр Климов. Увидимся в следующие выходные. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова